В самодельном взрывном устройстве в ростовской школе сработал пороховой заряд. Это выяснили взрывотехники. Как раз сейчас они разбирают устройство. Эксперты уже нашли внутри фонарика капсулу, в ней находился порох. От нее шли провода, которые замыкались кнопкой включения устройства. Поражащих элементов и следов взрывчатых веществ специалисты не обнаружили. Напомню, взрыв произошел около школы номер 5 в Ростове-на-Дону. Сегодня утром пострадавший один 46-летний мужчина Дмитрий. По некоторым данным он сторож этого учебного заведения, по другим просто прохожий. Он увидел возле крыльца необычный предмет. Он светился в этот момент. Предмет походил на фонарик. Дмитрий поднял его и попытался включить, после чего и произошел взрыв. Мужчине оторвало кисть, к тому же он получил повреждение некоторых частей тела, в частности живота. Сейчас он находится в больнице. Состояние у него нестабильное. Кстати, фонарик как раз-таки был включен, чтобы привлечь внимание потенциальные жертвы. Так предполагают оперативники. Эксперты рассказали, что мощность самодельного взрывного устройства была значительной. Если бы фонарь поднял ребенок, то, скорее всего, он бы погиб. Но у оперативников даже появилась версия, что устройство смастерил кто-то из старшеклассников, чтобы сорвать экзамены. Но позже выяснилось, что никаких тестов, никаких контрольных на сегодня педагоги не планировали. Отмечу, что часть улицы социалистическая, где находится лицей, где находится эта школа, перекрыта. Оперативники сейчас здесь работают. Обходят они соседние здания. Просят не приближаться к огражденной территории местных жителей, прохожих. Занятия в школе отменили на сегодня. Школьников поэтому здесь нет. Территория оцеплена сотрудниками. На месте работают саперы и спецслужбы, а также спасатели. Сейчас решается также вопрос о возбуждении уголовного дела по факту взрыва и причинения вреда одному из жителей Ростова. Власти города обратились к ростовчанинам с просьбой не трогать подозрительные предметы. При их обнаружении необходимо позвонить в правоохранительные органы и спасателям. Соответствующая памятка появилась на сайте администрации города. Чиновники напоминают, что необходимо обратиться на телефон дежурного ФСБ, либо в единую службу спасения, это 112. Также можно позвонить в полицию и в скорую. До приезда представителей спецслужб необходимо держаться от подозрительного предмета на безопасном расстоянии. Главное, не подпускать к нему других людей, ну и, конечно, не пользоваться мобильниками или другими средствами радиосвязи. Отмечу, что это не первый случай взрыва самодельной бомбы, замаскированной именно под фонарик. К примеру, в октябре 2016 года жительница Томского села подорвалась на аналогичном устройстве. 17-летняя девушка тогда отделалась ожогами рук и лица. Свидетели происшествия сейчас обмениваются впечатлениями. Многие люди до сих пор в шоке. Несколько интересных подробностей. Лайфу рассказала гардеробщица пятой школы. «Хлопок услышали. А вот в киоске, где в киоске, она говорит, у меня киоск задрожал, я так перепугалась. Я говорю, что ты не выглянула, что там, чего? Я выглянула. Она говорит, я так испугалась, я боялась выглянуть. А когда я к 7 часам уже, нет, это было 10 минут восьмого, когда я уже пробежала, фальшишка пробежала, заус стоит, говорит, не проходите туда это самое. А я смотрю, у него фаланги лежат там». Один из дворников на Социалистической улице видел момент взрыва. Благодаря именно его усилиям пострадавшему оказали первую помощь. Вот что он рассказал. «Чёрный копошился, я сначала тоже думал, может, вот, а потом вот это, когда взорвало его, и уже рука оторвана была, и он пошёл вот сюда». «А, то есть его рука оторвала ему, он встал и пошёл, да?» «Ну, в общем, его коснуло, он, помогите, помогите». «Ага». «Я на руках его не понесу в больницу». «Ну, я отошёл, не знаю, люди, говорю, звоните в скорую». Местные жители тут же начали звонить в скорую и в полицию. По словам другого очевидца событий, его сын как раз и звонил медикам, спецслужбы подъехали незамедлительно. «Он не был похож на звук петарды, да?» «Нет, конечно». «Вы в доме были, да, в момент взрыва?» «В доме, да». «Скорая быстро приехала?» «Мы засекли время, минут 10». «Минут 10? Через 10 минут, да?» «А полиция, милиция быстро приехали?» «Я не выходил в тот момент, я не выходил. Скорее всего, это тоже, наверное, подъехал». «Лайв» связался с ещё одним очевидцем события. Ростовчанин Владимир Пономарёв во время взрыва как раз приезжал мимо школы номер 5. «От площади театральная для Рахичеванского полностью всё перекрыто. ОМОН стоит, милиция, взрывая техническая техника, поддержают постоянно. Пожарные подъехали, спецслужбы ФСБ подъехало. Оцепление полностью, транспорт не пускают проехать. Много людей подходят, смотрят, но ближе не подпускают. Всё отцеплено.